Когда-то очень давно блюз представлял из себя медленную и завораживающую картину, но подошло время, когда старые классические аккорды пришли на смену более быстрым, резким, громким, ритмичным, а главное новым блюзовым звуком. Всем привет, с вами Вульф, и сегодня великих альбомах диск Эллиминейджа американской группы Зизи Топ, который вывел жанр блюз-рока на новый виток развития, который впоследствии получил, так сказать, второе рождение. Конечно же, не стоит Эллиминатор прямо уж так считать главным переродителем старого доброго блюза из 60-х, но именно Зизи Топ с выходом этого теперь уже, можно с уверенностью говорить, легендарного альбома смогли вывести этот самый классический блюз в разряд популярно-гламурного и вовсю украшенного действа. И это неудивительно, ведь альбом просто захватывает с самого начала своим неповторимым разнообразием, которое строится на выделяющемся хуковом рифе, классно и с отяжко сыгранном, поданном правильном обрамлении хрипловатого рокового голоса, ритмичных барабанов, которые просто с первых своих незатейливых ударов заставляют вас кивать в такт и пританцовывать, и конечно же пульсирующего басового грува синтезаторными всякими там примочками-штучками. При том, что все это так легко и просто подано, что потом не зря вспоминается пословица, ведь все гениальное просто. И это конечно же все про Eliminator. К тому же, вместе с выходом альбома в 83-м, почти вся планета узнала для себя двух бородачей и усатого ударника. И тот огромный видеошквал в виде клипов, который обрушивался на любителей музыки из экранов телевизоров, неизменно подталкивал их к запоминанию не только самой группы из Техаса, но и уже перечисленной выше классной музыки. Более того, этот видеоряд включал в себя также некоторые, так сказать, мини-фильмы, главными играми которых были сами участники банды, а также присутствующие почти в каждом клипе супер-девицы, а также старый прокачанный автомобиль, через которого и назван был сам альбом наших подопечных. Это уже потом, благодаря тем же самым клипам, а также образу, включающему себя помимо длинных бород, ковбойских шляп, черных очков и невозмутивого вида, музыканты ZZ Top уже на концертах представали отличными шоуменами и заводилами публики, где своими повторяющимися в такт движениями героическими позами просто вовлекали толпу в одну горячую бушующую массу. Прибавим сюда особое внимание к гитарам, которые по большей части были декоративными, покрытые мехом или имевшими необычный вид, получаем на выходе супергруппу, которая благодаря не только MTV прикиду, но яркой классной музыке, отлично потом продавалась. Продавалось так, что теперь наши блюзмены представляют из себя одних из самых процветающих рок-ветеранов. Элиминатор же даже сейчас слушается на одном дыхании. Здесь небольшим металлическим привкусом мы получаем такой себе яркий хардовый блюз, представляющий из себя уникальный баланс запоминающихся песен с филигранно сыгранными тремя участниками группы, мелодиями. Во всяком случае, этот альбом, начиная с первой вещи под названием Give Me All Your Loven и кончая Bad Girl, напичкана классными гитарными хардовыми блюз гармониями и запоминающимися припевами. К тому же, этот диск не был сделан из одних и тех же повторяющихся вещей. Как я уже и сказал, просто искрил разнообразием. Здесь мы слышим и супер классические блюзовые вещи, типа I Need You Tonight с поющей и солирующей гитарой. Здесь вам фанки рок-н-ролл в лице Thug, I Got The Six. Здесь вам и мелодичный, приправленный синтезаторами тяжелый рок, в лице просто разрывающий Got Me Under Pressure. Короче говоря, очень классный получился диск, который хочется слушать еще и еще. Ведь Элиминейджа обладает такой притягательной силой, что каждый услышанный звук и каждый сыгранный аккорд хочется почувствовать до мельчащих подробностей. Настолько все в одно время кажется и очень просто, а в другое невероятно гениально. Гениально настолько, что в 83-м альбом техасских бородачей, которые впитав старый южноамериканский блюз, хард-роковый драйв и рок-н-ролл, снабдив все это современными приемами, смогли не только вернуть интерес к старому блюзу, но и сделать из этого сильный коммерческий продукт. Продукт, который сделал их из звезд локальных, суперзвезд уже мировых. Продав по ходу до сегодняшнего времени более 10 миллионов копий этого теперь уже уникального опуса. Ну а на этом у меня пока все. С вами был как всегда Вульф и до новых великих альбомов. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok